Позвольте начать нашу встречу. Сегодня у нас в районе с самого утра работает Людмила Николаевна Нищедин, председатель комитета социальной защиты правительства Ленинградской области. Она уже провела три встречи, посмотрела, так сказать, учреждения государственные, которые относятся непосредственно к направлению социальной защиты. Ну вот сейчас мы были в поселке Кингисевском. Спасибо вам, что вы нашли все возможности, время сегодня прийти на встречу. Ну и позвольте, я теперь дам слово. Спасибо. Ребята, это самые красивые женщины в правительстве. Хорошее начало. Спасибо огромное. Я действительно рада в очередной раз побывать в вашем муниципальном районе, побывать в учреждениях подведомственных и муниципальных. И, конечно, благодарна вам за возможность встретиться с вами, за то, что вы нашли время в столь напряженный ответственный период. Я сегодня тесисно постараюсь рассказать о том, что такое сегодня отрасль социальной защиты, что нам удалось сделать буквально за ряд предыдущих лет, какие перед нами стоят задачи, как мы планируем решать. И, безусловно, отвечу на те вопросы, которые возникнут у вас в процессе нашего общения. Самый главный формат деятельности органов исполнительной власти. И я для себя, определив приоритет еще в свое время, стараюсь его придерживаться. Потому что мы, формируя законодательную базу региона, имея, может быть, свое представление, вы, работая и живя на земле, решая конкретные задачи, непосредственно являетесь участниками любого процесса. Поэтому очень важно понимать ваше настроение, очень важно понимать ваш критический взгляд на то, что делает власть региональная. Очень важно слышать ваше мнение, что нам удается делать, что мы правильно делаем, а чего мы, может быть, не видим. И общение вживую с жителями Ленинградской области. Вы знаете, я поделюсь собственным ощущением, не как чиновник, а как житель Ленинградской области. Я в Ленинградской области в 1974 году, и, безусловно, все самые важные жизненные события, они связаны именно с малой родиной Ленинградской области. И вот я считаю, что мне повезло жить на земле Ленинградской. И это особенно актуально может быть сейчас, в такое очень непростое время, в которое мы живем, когда мы имеем возможность, вот уже сейчас скажу, как чиновник, как представитель исполнительной власти, когда мы имеем полное основание сказать жителям Ленинградской области, что мы, взяв на себя определенные обязательства перед населением, готовы их в полном объеме выполнять и реализовывать. Я понимаю, что мы, может быть, не очень интересны широкому кругу жителей Ленинградской области, но во все времена всегда был именно тот круг, для кого мы работаем. И это очень важно. И если мы не собираем большие, там, тысячные залы, это наверняка говорит о том, что нам все-таки на протяжении многих-многих лет удалось сформировать абсолютно работоспособный механизм социальной защиты с точки зрения организации выплат, мер соцподдержки гражданам и с точки зрения организации социального обслуживания. Я вот в вашем Кенгисепском районе наверняка знаете каждые свои болевые точки района и в целом по области, да? Поэтому вот в этом отношении мне, конечно, повезло руководить отраслью социальной защиты населения. Сегодня бюджет Ленинградской области позволяет нам решать текущие задачи, позволяет нам строить планы, подчас даже весьма амбициозные планы, в том числе и в нашей отрасли. Объем финансирования, начиная с 2012 года, увеличился в 1,3 раза. Если в 2012 год объем бюджетных средств составлял порядка 8 миллиардов рублей, то на 2016 год в проекте бюджета Ленинградской области закладывается уже более 11 миллиардов рублей. Безусловно, большая часть из этих средств идет на организацию выплат, на реализацию тех мер социальной поддержки, которые определены федеральным и региональным законодательством, и я об этом скажу чуть позже. Ну и, безусловно, увеличиваются средства на укрепление материально-технической базы Юрия Грозденко об этом сказал на нашей тематической встрече в Бакситогорсе, которая проходила в июле месяц. Поэтому представители муниципальных учреждений социального обслуживания, имейте в виду, что деньги закладываются. На следующий год мы закладываем порядка 50 миллионов рублей. И будем вместе дальше совершенствовать деятельность, в том числе и муниципальных учреждений социального обслуживания. Они представлены в Кенгисевском районе, это в Неплово психонерологический интернат, и вот дом-интернат поселка Кенгисевский. То только на ремонты наших подвесных учреждений объем финансирования, начиная с 2012 года, увеличился более чем в 20 раз. В 2012 году на ремонт закладывалось порядка 8,5 миллионов рублей, в 2015 год это порядка 130 миллионов рублей, и на следующий год мы закладываем уже порядка 180 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержание материально-технической базы наших подвесных учреждений. Уникальный регион, и в той части, когда я имею возможность сказать о том, что сегодня из миллиона 800 почти жителей Ленинградской области более 575 тысяч получает какие-либо выплаты. 575 тысяч и более получают какие-либо выплаты из бюджета. Это почти 30% населения Ленинградской области. На сегодня в реестре всяких выплат и, например, соцподдержки 96 выплат. С точки зрения социальной направленности бюджета, это как бы вообще вот такие очень многоговорящие цифры. Но мы на сегодня вместе с нашим сообществом, в том числе с руководителями органов социальной защиты, значит, говорим о том, что наше законодательство настолько обширное, вот под эти меры на сегодня у нас действует порядка 90 федеральных и региональных законов и под них порядка 200 всяких постановлений, которые регламентируют ту или иную выплату. Идет об обвесности мер социальной поддержки. Может быть, слышали уже на федеральном уровне, сейчас вывешено и активно обсуждается всем сообществом, править закона, который определяет введение так называемого критерия нуждаемости при оказании льгот такой категории специалистов, как сельские специалисты и такой категории специалистов, такой категории населения, как семьи с детьми. Значит, если есть здесь представители, имеющие ту или иную льготу, они понимают, о чем идет речь. Если говорить о поддержке семей с детьми, у нас в Гражданской области уже многие выплаты, направленные на поддержку семей с детьми, оказываются исходя из целей нуждаемости. И критерий этот определен как величина прожиточного минимума. Сегодня величина прожиточного минимума в Гражданской области, я называю на душу населения, она разная по категориям на работающее население, на пенсионеров и на детей. Так вот, на душу населения она сегодня составляет 8201 рубль. Мы о введении критерия нуждаемости задумались еще в прошлом году. Я хочу, чтобы вы услышали, что вот это наше завтра. Еще раз повторюсь, власть должна помогать тем, кто объективно нуждается в силу определенных жизненных ситуаций, в конкретной помощи. И Александр Юрьевич нам говорит, у нас не будет меньше средств, направлено на выплаты. Но выплаты должны быть эффективными. Государственная помощь должна объективно влиять на уровень доходов населения, конкретной категории, и, соответственно, влиять на качество жизни. Сегодня, встречаясь с населением, мы слышим, что Ленинградская область – это территория успеха, и Ленинградская область в перспективе, как говорит Александр Юрьевич, должна быть областью успешных людей. Держьте семьи с детьми. И я сейчас некоторые из них назову. Значит, так в настоящее время у нас установлены ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, родившихся после 31 декабря 2012 года, и ее размер равен величине прожиточного минимума. Ежемесячные пособия в размере с июля 2015 года введет новый вид государственной социальной помощи в виде едновременной денежной выплаты на возмещение уплаты взносов на капитальный ремонт для малоимущих граждан. Мы о капитальном ремонте поговорим чуть позже, соответственно. Дополнительное едновременное пособие при рождении одновременно трех и более детей. Оно увеличено со 100 тысяч на семью до 100 тысяч на каждого ребенка. Едновременная денежная выплата в размере трех миллионов рублей семья, в которых одновременно рождаются тройняшки. Значит, и хочу сказать, что это действительно вот такая уникальная мера социальной поддержки в сравнении там с другими регионами. Мы проанализировали ситуацию, начиная с пятого года и определили определенную тенденцию. В Ленинградской области ежегодно в 4-5-7 семьях рождаются тройняшки. Безусловно, семья попадает в определенную жизненную ситуацию, возрастает существенно ижневеческая нагрузка на семью. Купить три коляски или одну коляску, поставить и поставить три кроватки. Это вот такие жизненные вопросы, с которыми семья сталкивается. Когда мы донесли эту ситуацию до нашего губернатора, он сказал, слушайте, давайте предлагайте, как мы можем помочь этим семьям. Натевой сертификат номиналом в 3 миллиона рублей, и в этом году уже три таких сертификата руководителям нашего региона вручены семьям. Конечно, это существенная мера поддержки. Их немного, но это как раз вот та адресная, точечная поддержка тех семей, кто в такой помощи нуждается. Мы традиционно на протяжении многих лет чествовали наших лучших мам, которые занимаются не просто вот рожают детей, а которые активно занимаются воспитанием своих детей. И многое делают для того, чтобы они действительно выросли настоящими гражданами нашей великой страны. В районах этому знаку и мамы, и отцы получают по 100 тысяч рублей. Опять же, это адресность, это опять же пропаганда самых лучших семейных ценностей. И очень надеемся, что это действительно традиционно и системно будет работать. Основное направление – это совершенственный мер поддержки людей старшего возраста. Что сделано в этом отношении? Готовясь к юбилею, решение о единовременной выплате всем ветеранам Великой Отечественной войны. И все вы знаете, что эта выплата была своевременно произведена. Она была дефилизированная в зависимости от категории ветерана от 1000 рублей до 5000 рублей. Единовременную выплату получила и такая категория жителей Ленинградской области, как дети войны. Вы знаете, что очень непросто рождался этот закон, и вообще как бы непросто обсуждалась тема данной категории детей. Речь идет о гражданах, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Ир у нас проживает в Ленинградской области порядка 150 тысяч общее число. Но в соответствии с тем законом, который был принят депутатами законодательного собрания, за основу был взят текст, предложенный Александром Юрьевичем Дрозденко. В соответствии с этим законом с апреля месяца граждане, родившиеся в этот период и не имеющие никакой другой льготы, имеют право на ежемесячную выгоду в размере 500 рублей. Такой закон не способен наверняка одному моменту удовлетворить потребности всех, кто относится к той или иной категории. Но, значит, в прошлом году, общаясь с ветеранскими организациями, Александр Юрьевич сказал о том, что если до конца 2014 года не появится федеральный закон, который установит льготу для этой категории граждан, где эти войны на федеральном уровне, значит, в Ленинградской области такой закон появится. И он появился. Значит, выплаты идут, начиная с апреля месяца. Значит, уже более 5 тысяч граждан в органы социальной защиты обратились в Ленинградской области, но, опять же, подчеркиваю, все меры социальной поддержки, все выплаты, которые реализуются в Российской Федерации, они носят на сегодня заявительный характер. Чтобы, имея ту или иную льготу, чтобы получить эту выплату, нужно непременно обратиться в орган социальной защиты. И, опять же, руководители нашего региона приняли, на мой взгляд, два очень важных законопроекта. Они тоже абсолютно адресные. Я сейчас говорю о законе, который был принят в июле месяце, о поддержке инвалидов боевых действий и вдов инвалидов боевых действий. Эта категория тоже весьма незначительная, чуть более 600 человек, которые относятся к этой категории, проживают в Ленинградской области. Но они на сегодня будут получать весьма существенную меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере, в зависимости от группы инвалидности, от 2300 рублей до 7800 рублей. И вдовы, соответственно, инвалидов боевых действий тоже будут получать 2300 рублей. Дорогостоящих средств и недорогостоящих, которые на сегодня будут предоставляться жителям Ленинградской области, значит, этот закон вступит в действие с 1 сентября, значит, и там будет два способа обеспечения. Значит, дорогостоящие средства стоимостью выше трех величин прожиточного минимума, а на сегодня вот 8,201, да, то есть выше, там, почти 25 тысяч, будет закупать комитет специально защитных населения Ленинградской области и дальше, в соответствии с порядком, передавать гражданам. А вот недорогостоящие предметы гражданин может приобрести сам и обратиться за компенсацией, вводом социальной защиты. Инвалидам детства по зрению первой группы предполагается выплатить ежемесячно 3,5 тысячи рублей, но это пока законопроект, он проходит согласование. Одинокопроживающим инвалидам детства по зрению второй группы предполагается ежемесячная выплата в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, по поручению Александра Юрьевича мы в очередной раз вернулись к обсуждению, значит, к обсуждению необходимости введения бесплатного проезда сопровождающим лицам инвалидов первой группы. На сегодня инвалид пользуется бесплатным проездом, сопровождающий льготным проездом, значит, есть такая проблема, мы над ней работаем, не готовы сказать, вот как быстро мы ее решим, но во всяком случае, во всяком случае, до конца сентября мы должны положить на стол руководителю нашего субъекта наше предложение, которое совместно отрабатываем с нашим профильным комитетом по ЖКХ и транспорту. Очень жаление, то оборудование, которое закупалось в правительственной милинградской области, на сегодня передано муниципальным образованием, никто за него особой ответственности не несет, программное обеспечение требует кардинальной переработки, мы эту задачу для себя видим и тоже над ней, безусловно, будем работать. Ежегодно областным законом, который принимается у нас в конце года, будет утверждаться коэффициент индексации всех региональных выплат. Региональные выплаты, соответственно, это ветераны труда Ленинградской области, это труженьки тыла, это жертвы политических репрессий, значит, ну и выплаты с семьям, с детьми, но, короче, речь идет об индексации всех региональных выплат. Значит, какого будет коэффициент индексации, я сейчас тоже не говорю, поскольку это будет непонятно на этапе принятия областного закона об областном бюджете на следующий год. Но это очень важно, потому что есть и выплаты, которые устанавливались там лет 5 тому назад, 6 тому назад, да, например, как ветеран труда. Была установлена твердая выплата, ежемесячная, соответственно, да, и она на протяжении там ряда лет не индексировалась. Принято решение, да, это небольшие цифры, и в этом году индексация произведена, это небольшие цифры, но тем не менее, мы на сегодня заложили систему, которая позволяет ежегодно говорить об индексации региональных выплат. Принексированы с 1 марта текущего года и будут проиндексированы, значит, с 1 сентября и общий процент индексация составит 11,4%. Значит, как я уже сказала, были приняты, значит, такие виды социальной поддержки, которая оказывается в форме государственной социальной помощи малоимущим гражданам, как социальный контракт, наверняка знаете об этом, да, органы социальной защиты работают над этим, когда малоимущий гражданин, значит, берет на себя обязательства определенные, не просто приходит в орган власти и говорит, помогите мне, а он приходит и говорит, помогите мне, я знаю, что я должен сделать, я знаю, что я буду делать, чтобы помочь своей семье в эти стажирские ситуации, да, я готов там купить мотоблок, я там готов купить, значит, швейную машинку, я готов там купить козу, да, то есть вот это та будочка, которая позволяет самому гражданину взять на себя обязательства начать зарабатывать деньги, значит, не очень активно пока тысяч рублей, там, и 200 тысяч в конце концов, но пусть люди пользуются этой возможностью, да, пусть начнут сами для себя создавать условия зарабатывать деньги, и, наверное, это правильный подход, и мы над этим, безусловно, будем работать. Государственные учреждения, муниципальными и негосударственными, все мы работаем с 1 января 2015 года в рамках нового федерального закона в основу социального обслуживания граждан РФ, идеология этого закона такова, что приоритет отдается гражданину, потребителю наших федеральных услуг, именно он выбирает для себя организацию, которая готова оказать ему те или иные социальные услуги, поэтому перед государственным и муниципальным сектором организации стоит большая задача быть конкурентными, конкурентоспособными с точки зрения материально-технического состояния учреждений, с точки зрения оснащенности, с точки зрения техник, технологий, социального обслуживания и, безусловно, с точки зрения кадрового потенциала. абсолютно конкретных требований к тому человеку, кто на сегодня работает у нас в сфере социального обслуживания, либо кто к нам придет. Имеется в виду и профессиональная подготовка, имеется в виду опыт работы и, безусловно, для нас очень важно именно человеческие характеристики, человеческие качества. Вот убедилась за эти вот 8 работ, возглавляя комитет социальной защиты, что в нашей отрасли не может быть случайных людей. И если кто-то появляется, значит, который вот не соответствует этим требованиям, он у нас не задерживается. Только дают возможность закрепиться нам и работать во благо наших жителей. Анализируя ситуацию в нашей Ленинградской области с точки зрения социального обслуживания, мы для себя тоже определили приоритеты, что далеко не все формы учреждений у нас на сегодня представлены. У нас есть дома-интернаты, у нас есть технологические интернаты. У нас нет организаций, которые занимаются на сегодня на региональном уровне реабилитацией детей-инвалидов. У нас нет на сегодня социальных домов в Ленинградской области. У нас нет на сегодня вообще системы гириатрии. И знаете наверняка, что первый шаг сделан был по поручению Александра Юрьевича. В этом году мы будем открывать первый региональный центр, герметологический центр. Но задача поставлена сделать целую систему, заложить целую систему гириатрической помощи людям старшего поколения проживающих в Ленинградской области. Это объективно так. К великому сожалению, наше население, как и в целом Российской Федерации, стареет. Сегодня в Ленинградской области из 1,8 млн. проживает более 484 тысяч людей пенсионного возраста. К великому сожалению, продолжительность жизни жителей Ленинградской области на сегодня отстает в среднем от показателей по Российской Федерации. Поэтому задача власти проанализировать, а что же такое происходит у нас, и принять соответствующие меры. Людей как раз у старшего поколения, в том числе и в Тенгисевском районе, социологи работали. У нас есть на сегодня отчет, который показывает наши такие вот тонкие места по отношению... тонкие места в организации работы и государственного уровня, и муниципального уровня по отношению к людям старшего поколения. Во-первых, форум социальных работников Ленинградской области, где мы начнем обсуждать концепцию социального обслуживания Ленинградской области в рамках нового законодательства федерального и в рамках тех новых тенденций, которые выстраиваются в целом в Российской Федерации в системе социального обслуживания. В серии единого дня голосования, 13 сентября, впервые с 2003 года, нам с вами, каждому лично дается возможность избрать своего губернатора. До этого момента губернаторы назначались, наверняка это тоже было выделено, но наш губернатор принял решение о досрочном сложении своих полномочий, поэтому дата выборов назначена, список кандидатов определен. И самое главное, наша задача 13-го – прийти на избирательное участок. Я не ориентирую абсолютно ни за кого, хотя понятно, за кого я буду сама лично голосовать, безусловно. И, вы знаете, вот общаясь опять же с населением, бывая сейчас в районах, складывается такое впечатление, что люди для себя вот как-то так и считают, что ну вот есть список кандидатов, так все же понятно, все и так понятно. Да, значит, мы знаем, кто там победит, но... В преддверии 70-летия Победы нам, нашей общественной организации, были даны дикеты по обследованию. Так вот я хочу сказать, кто же зарабатывал это обследование? Можно спросить? Кто ее ждет? Можно. Кто ее ждет? Конечно. Значит, наш комитет совместно с региональной ветеранской организацией. Так вот я хочу сказать, с какими трудностями столкнулись мы, в частности, председатели кирпичных организаций. В этой анкете очень много вы сказали. Эти анкеты повторяются каждый раз к юбилеям. И когда мы идем и начинаем с этими анкетами работать, нам ветераны задают вопрос. Вы, говорят, вот через 5 лет проводите эту работу, забывайте про нее. И опять повторно. Это одно. Потому что вот и сейчас мы анкеты сдали, а мы не знаем, какой же резонанс. Как будут работать с этими анкетами. Но когда мы пошли вот обследовать и задавать вопрос, мы столкнулись с большими трудностями. А почему, говорят, вы должны мой паспорт спрашивать? Для чего было удостоверение это? Я считаю, все эти данные всегда есть. Вот у нашей... Да, размер там пенсии. Ну, такие вопросы, которые чисто индивидуальные. Это раз. Во-вторых, вот у нас еще кроме города есть село. Особенно трудно было работать с этими анкетами сельским председателем. Вы посмотрите. Вот дядь Котельскую полость, например. Там 40 деревень. У председателя ни денег, ни транспорта нет. Значит, то собаки, то еще. То есть большие были очень трудности. И спасибо за предложение. Значит, абсолютно принимается ваше пожелание в отношении доработки самой анкеты. Но, вы абсолютно правильно сказали, должен быть результат данного анкетирования. Значит, анкетирование проведено. Спасибо вам большое за активное участие. И, конечно, мы не ставили задачу переложить все это на ветеранские организации. У нас для этого есть, значит, штаты и органы местного самоуправления, социальных работников. Поэтому я низко кланяюсь вам за ту огромную работу. Значит, каков результат, какой эффект? Значит, по итогам обследования мы проанализировали, что на сегодня основные проблемы, которые озвучили наши ветераны Великой Отечественной войны, это газификация, это ремонт жилых помещений, значит, это обеспечение дровами, если говорить про сельскую местность. Ну, и дальше такие точечные, как всегда, бывают пожелания кому-то телевизор, кому-то холодильник, значит, кому-то радио, кому-то телефон. Значит, ну вот три основных таких позиции. Значит, по поручению Александра Юрьевича готовится на сегодня адресная программа помощи ветеранам. В память, в том числе, за улучшение жилищных условий поставлена задача предусмотреть деньги, обязательно в бюджете Ленинградской области, чтобы помочь ветеранам решить вот те насущные проблемы, которые были отлучены. Вот в лесу практически, да, не имеем возможности на сегодня обеспечить себя дровами. Такое поручение есть, но это уже компетенция как бы другого профильного комитета. Вот. Садача такая поставлена, руководитель Ленинградона. Поэтому в ближайшее время мы будем готовы доложить вот уже о проекте программы адресной помощи ветеранам Великой Отечественной Войны. Что касается пенсионного обеспечения, на сегодня вопрос очень непростой в целом. Да, поскольку, в принципе, грозят большие изменения с точки зрения пенсионного обеспечения, значит, граждан в Российской Федерации очередные. Речь идет и по увеличению стажа. Значит, кто-нибудь помогите с точки зрения, вот, да. Значит, я запишу этот вопрос, ваш контактный телефон, я обязательно дам вам ответ. А вот именно те, кто работают в нашем учреждении, работают именно в учреждениях социальной защиты, такого нету. Значит, да, вот обратить внимание на нашу отрасль, да, с точки зрения каких-то социальных гарантий. Хотя, я еще раз говорю, что с точки зрения пенсионного обеспечения, ну, в большом стабильном образовании требуется медицинский сертификат. Да, да, да. Спасибо вам за вопрос, будем как-то приглашать отрабатывать. А предложение будем отрабатывать, да. Такая проблема. Сами знаете, что у нас сейчас рубль падает очень низко, жизнь дорожает. И это касается сферы зуболечения, зубопротезирования. Значит, у нас в Кингисейке ситуация очень тяжкая, потому что, например, реально на практике, поверьте мне, я это занимаюсь уже полгода одним вопросом, попасть в новом врачу по полису, по полису, очень сложно. Пять номерков реально в день можно получить. Значит, я общался и с отключением, вершением и так далее. Простому человеку, пенсионеру, значит, так, платить от 3 до 7 тысяч за влечение зуба, ну, извините, это очень дорого. Вот, а на весь район, где у 90 тысяч, вернее, имеет там в среднем 5-6 номерков в день получить, ну, это смешно. Я считаю, что, например, решалась бы проблема, если те же самые, кто сидят у нас там в рату Шевельнеге на втором этаже, взяли бы хотя бы там по 2-3 номерка за счет полиса, и, поверьте мне, было бы хотя бы там... Встречи с Великжанином, Сергеем Утеновичем, который в прошлом месяце... Ну, и решается. А вот здесь, наверное, у вас вы начали свой вопрос с протезированием, да? И там тоже самое, все дорожает, а суммы там, как говорится, минимальные. То есть не хватает для того, чтобы установить протезирование. Да, потому что это, конечно, такие вещи, которые... Ну, значительная часть жителей Венинградской области, его, конечно, нужно разделить, да? В принципе, значит, услуги государственного стоматолога, да, на сегодня, они должны быть доступнее. И есть отдельная тема, как бесплатное зоопротезирование льготных категорий граждан, региональных льготников. Это труженики тыла, это литераны труда Венинградского области, жертвы политических репрессий, соответственно. Абсолютно с вами солидарна в том плане, что система, которая на сегодня выстроена, она абсолютно неэффективна. Растет стоимость, значит, мы вроде бы увеличиваем средства в областном бюджете, а очередь не двигается. Значит, поэтому я вам сегодня обещаю, что до конца этого года система льготного зоопротезирования в Венинградской области будет изменена. До конца года мы изменим сам порядок, сам принцип и отредактируем, откорректируем региональное законодательство. Как бы она определена. Семьер-исоспожи, что и без сизм? Эту задачу до конца года мы ее откорректируем. Я представляю церковную программу социальную, и вот хочется сказать о работе с бездумными. Но эта работа началась, слава Богу, спасибо администрации, Лили Григорьевне, Кузнецовой, девочкам нашим, которые паспорта поднимают. Есть такая проблема, что люди теряют паспорта, нужно обязательно поднять это дело. Нужно также, ну вот скоро осень, а потом уже зима, хотелось бы какую-то ночлежку временную, либо палатки, либо какое-то помещение. Но этого пока нам вместе, районном уровне, не потянуть. Нужна бы помощь в области. А сейчас мы имеем, что, вот, имеем, два раза мы кормим, как-то уезжаем, баня моет, документы делаются, работа началась. Не знаю, как слава, в соседнем луке, но у нас, слава Богу, все это работа началась. Переходят, ребята освобождаются, но в среднем приходят, и еще 50 человек кушают. Но не все они бездомные. Есть какой-то область, к ним приходят другие. Но они потеряли свою работоспособность, трудовые навыки, многие душевные больные, многие имели травмы. И поэтому, поэтому... Это прицепные вы их кормите. Ну, во-первых, мы одними из первых в Ленинградской области, значит, ввели такую социальную услугу, как социальное сопровождение различных категорий граждан, да? Значит, то, что касается людей без определенного места жительства. К великому сожалению, на сегодня регионального центра нет у нас, вы абсолютно правы. Значит, в ряде муниципальных районов это решается на базе муниципальных учреждений. Значит, но мы бы призвали, в том числе, как раз и негосударственная организация, влиться в нашу систему и оказывать услуги конкретно данной категории граждан, да? Надо заявиться на включение в реестр поставщиков, и мы готовы, значит, из областного бюджета компенсировать негосударственным организациям социальные услуги такой категории граждан. ...длинно одевку организации стали решения. Меня делегировали задать вопрос на родственные мамочки, но до начала, вернее, не до начала, сначала хочу поблагодарить вас, даже, не на кого-то, коллектив специалистов областного комитета в проведении огромной, очень сложной работы. Инициатива, законодательная, направленная именно на поддержку эмиссии в 2-й июня, значительно повысился уровень гражданности. Если, например, в прошлом году где-то в месяц к нам обращалось 4 многодетных семьи, то сегодня 8-9. Мы надеемся и ждут в будущем от вас чего-то еще нового, что еще более повысится уровень гражданности. Он очень часто задается, мы отвечаем как можем, но хотят конкретно, если в общем-то, рассматривается ли вопрос о внесении изменений в областной закон 134 в части распоряжения средствами средств и капитала. То есть в настоящее время распоряжаться могут на приобретение транспортного средства только семьи, где есть инвалид, там 5-й рожденный следующий, а хотелось бы, и многие в принципе семьи, возможно, приобретать транспорт, родив третьего и последующих детей. Возможности использования материнского капитала, в том числе обсуждали и возможность направления его на приобретение автотранспортного средства, но не стали пока этого делать, поскольку разошлись во мнениях, вот говорим как есть, да, поскольку есть разные точки зрения, да, вот объективно, да, нужно, может быть, дать возможность многодетной семье направить материнский капитал на приобретение автотранспортного средства, чтобы, ну, умножить качество жизни, да, там, возить детей куда-то вот на дополнительное образование в те же школы, там, вот, а есть мнение, когда говорят, что автотранспорт это не средство первой необходимости на сегодня, понимаете, да, поэтому, вы знаете, ну, мы готовы и дальше обсуждать, и если большинство, значит, вот решит, что такая норма нужна, и есть необходимость расширить возможность распоряжения дружеским капиталом, значит, ну, давайте обсуждать и, в конце концов, принимать. Я уж перебила, но в дополнение, я тоже, так сказать, представитель того же класса населения, многодетной мамы, и мы, конечно же, общаемся между собой, у меня более глобальный вопрос. Я хочу спросить вот за что. Скажите, вот каким образом вообще будет ли в дальнейшем изменение в законы какое-то внесем, чтобы запомнить статус многодетной семьи как таковой? Почему, когда детям исполняется 18 лет, да, все, мы становимся немногодетными, ведь у людей, ваших детям только один, два ребенка, вы вырастаете, вам же не пишут бездетные, правильно? Дети, они остаются. Почему у нас мы уходим за чертой? То есть все, вы немногодетные, люди вылетают из каких-то программ, да, вот с землей так было, но, слава богу, дополнение внесли, кого сняли, поставили, мы тоже, да, имеем это. Это как бы один вопрос, но это такое, я считаю, самое глобальное, это закрепление необходимо, потому что, ну, вы сами понимаете, это, да, понимаете, вот Чернобыль, да, у него же статус не отменяется, в ритмах вышло, там, качество радиации вышло, если бы не раз убрать, там, 10 лет прошло, там, здоровье, там, или, там, не знаю, ну, то есть, как афганец, да, он же как боевал, он в 30 лет назад, он же ему остался, почему мама и папа накадет, почему мама и папа накадет, потери на Любовь Петровну, Любовь Петровна, да, мы тоже не имеем. Любовь Петровна, да, Любовь Петровна, да, Любовь Петровна, да, этот вопрос задается, в письмах, значит, обращение есть, на сегодня мы можем расширить, опять же, вот, в нейросоциальной поддержке в части каких-то региональных выплат, но на региональном уровне закрепить, утвердить статус многодетной семьи, который бы вот, как бы, бесконечно давал этот статус, да, я на сегодня пообещать не могу, поскольку следующий орган понимается на сегодня, но вот с точки зрения, как бы, расширения мер соцподдержки многодетным семьям, может быть, действительно есть необходимость посмотреть вот на наши региональные меры социальной поддержки, может быть, их распространить на тех детей, кто учится там на очной форме обучения. Вы знаете, вот эти обсуждаются, и мы готовы тоже ее обсуждать, чтобы внести необходимые меры вот в наши региональные законы. Преддверие, значит, но вопросов много, на самом деле, многодетных, вы понимаете, то есть мы, правительство, окажайте, мы винулись, довольны и счастливы, на самом деле, нет, я вам хочу сказать, вы смеетесь, дети – это самое великое счастье, понимаете, когда жизнь, человек одинокий под старость, потом приходится решать вопрос, любая вас поддержка, понимаете, понимаете. Моя мама не очень, как говорится, пожилой человек, но у нее сейчас проблемы, и мы вот на строе, мы сами в свое время были многодетны, мы три сестры, мы объединились, папа с нами, мы вот как-то вот раз, и мы все рядышком, все там, раз где-то чего-то помог, один другой прибежал, где-то дам, где-то помощь, где-то чего-то, то есть это меньше с вас нагрузку какую-то, да, соответственно, потом в дальнейшем снимает. Это все взаимосвязано. Поэтому, честно, хотелось бы, сейчас вот предвыборная кампания, я все понимаю, что все сейчас очень расписывают жестко график, но нам хотелось бы вот, как вам, как бы это правильно выразить, я сейчас скажу, в контексте видеообращения губернатора, непосредственно Александра Юрьевича, уважаемый, очень ждем вас в Кингисеппио, у нас шикарный ДК, спасибо вам огромное, но очень хотелось бы с вами пойти на диалог, то есть пригласить не только нас, например, местную власть, администрацию, органов их, то есть конкретно по многодетным решать какие-то вопросы, вот в частности, не в контексте полностью социальной поддержки, а именно на этом основе населения. Принимается и первый заместитель Грибова Наталья Сергеевна выезжала в Странцевский район, где встречалась конкретно с многодетными семьями. А, нет, действительно, пообсуждать вот существующие меры, да, у нас вопросов много, землевыделие, коммуникации, там, решать трудности какие-то, там, субсидии какие-то, очень много, очень много предложений. Люди объединяются для того, чтобы были услышаны и решали проблемы. Вот давайте мы создадим такое общественное организм. Замечательно, а мы готовы приехать и не сзади. Александр Юрьевич, он местный, наш человек, мы его знаем. Мы в то время и жили здесь, и он руководил городом, то есть он для нас не чужой. И мы готовы, как бы, ну вот, в диалоге пообщаться. Я вам обещаю, что мы обязательно, да, со Светланой Ванной, с Лилей Григорьевной определим дату, когда приедут специалисты комитета по социальной защите, и мы все с вами обсудим. Такая практика была буквально в среду в Санцевском районе. Это так же. Санцевские, не сельские, к сожалению. Мы приедем к вам. Мы приедем к вам. Обязательно. Ну, понимаете, мы ситуация такая в России. Ну, у нас получается, вот, Путин у нас, Владимир Владимирович любит, давайте молодому поколению через его. И вот, уважаю, Андрей Юрьевич слышит всех. И нас, как руководителей органов исполнительной власти. И ни один вопрос, с которым мы к нему идем, он не остается без внимания и без решения, самое главное. Понимаете? Он говорит, если вы ко мне пришли с какой-то темой, с какой-то проблемой, так вы дайте решение и давайте решать. У нас нет на сегодня, значит, возможности сказать и губернатору, и жителям, что у нас нет денег, поэтому мы не решаем. Перед нами задача стоит решать конкретные вопросы. И тут, уверьте, что если мы с вами сформулируем, да, какое-то новое видение с точки зрения мер социальной поддержки многоветных семей, он нас поддержит. Он нас поддержит. Давайте вместе анализировать, поэтому я и приехала сюда к вам. Я к тому, что мы ходим в детский облигационный центр, да, то есть нам и нам предоставляется услуга такая, как ипотерапия. Мы им пользовались ей в 2013 году, уже сейчас в 2015, да, в 2014 году это услуги не было. Хотя спрашиваю, ну, сказали, что не было возможности, да, не было в отдельном деле. Все знают, да, что такое ипотерапия, да, это действует. В принципе, это очень дорогое удовольствие, но когда вас вот так выделяется, и мы с ребеночком ходим, он испытывает очень большое колоссальное удовольствие от всего этого. И я к чему хотела сказать, спасибо за то, что вы выделяете нам эти деньги, да, за что мы им невозможность свалить ребеночка, но хотелось бы того, чтобы вот этих перерывов не было, чтобы ребеночек постоянно, да, неувозможность по натурам. Все, спасибо, у нас апробацию, наверное, года с 12 в Ленинградской области, в том числе в 2013 году, вот в вашем Кингисепском районе, и действительно были средства направлены из огласного бюджета. В этом году средства на ипотерапию есть, и в том числе в вашем муниципальном районе. Поэтому мы понимаем значимость вот этой методики техники реабилитации, поэтому деньги в огласном бюджете предусмотрены, и в тех районах, где, значит, эта технология работает, значит, деньги направлены в район. Иван Иванович, многие спрашивают у нас, вот нам по категории малоритных узников положено 50% оплаты по ЖКГ. На практически получают рвоты на 30%, а кому 20%. То есть, если человек платит за квартиру и за все прочие там коммуникации, 5 тысяч рублей, то возвращает там тысячи, это 30, там 20%. И этот вопрос задают очень многие. И еще вопрос, ну, наверное, это не суда, конечно, опять по ЖКХ. У многих людей, значит, да, кто там использует воду, допустим, куб, полтора, самое большее, с них берут на домовые обслуги, на мыслью лестниц, 3 куба. Представляете, если там 200 квартир в доме, там или 300, батареи куба, этого река луга должна быть есть постоянно. Ну, начну со второго вопроса, хотя он не мой. Значит, я обязательно его переоднесу и своему коллеге Кузьмину Сергею Николаевичу, значит, он в Санске, да? Он в Санске, да. Значит, который возглавляет комитет по жилищному надзору, значит, это в его компетенции. Хотя, вы знаете, на сегодня действительно управляющие компании позволяют себе вот такой маневр, да, поскольку мы, как бы, все обязаны устанавливать счетчики, приборы учета, значит, соответственно, они, как бы, все свои потери стараются раскинуть на общие домовые нужды. Поэтому, опять же, Александр Юрьевич дал поручение жесткого контроля за всеми управляющими компаниями, за этими нормативами, которые они устанавливают на общие домовые нужды. Я передам Кузьмину Сергею Николаевичу, чтобы он сюда приехал, встретился, опять же, с вами конкретно вот по этим вопросам и в том числе с управляющими компаниями. В размере до 50%, 50%? 50%. Ну, да. Вы знаете, опять же, нужно брать вашу квитанцию конкретно, смотреть. А, первая составляющая, первая составляющая, значит, на сегодня имеет, значит, следующую окраску, да, значит, мы с вами на сегодня получаем несколько квитанций, значит, от поставщиков различных услуг по ЖКУ. И, соответственно, мне сегодня сложно сказать, насколько правильно или неправильно производится расчет вот конкретным поставщиком там конкретно управляющей компании. Поэтому нашим губернаторам принято решение о том, что с 2016 года расчет всех вот выплат по ЖКУ будет производиться одним региональным учреждением, единый информационный расчетный центр. И мы на сегодня уйдем как бы от недобросовестности множества управляющих компаний на сегодня, да, и это все-таки некоторый залог, значит, ну, такого объективного подхода и расчета. Следующий момент, наверное, было бы правильнее и всем было бы понятнее, если бы не в процентном соотношении рассчитывали, да, а, например, была бы установлена какая-то твердая, понятная выплата, которая бы в соответствии с нашим законам индексировалась. И поверьте, что мы вот с руководителями органов социальной защиты сейчас будем этот вопрос отрабатывать, и я не исключаю, что, значит, мы выйдем в конце концов на твердые выплаты. Начала посещать центры инвестиции, еще когда была абсолютно здоровой. Потом перенесла инсульт и до этой части нового года стала постоянным посетителем. Я очень благодарна, что есть такая программа, что реабилитация. Работе центра, благодаря тому. Ну, конечно, работе центра. Хорошо, Саша Рафа. За программой реабилитации. Ну, раньше эту программу нужно было проходить два раза в год. Это обходилось, ну, поскольку я ходить не могу, то не ходила сей на такси. А такси сейчас для пенсионеров довольно здорово. Сейчас появилась такая штука, как социальное такси. Вот тоже очень благодарна. Это в два раза дешевле, чем... Спасибо. Спасибо. То есть, вот, служба социального такси начала свою работу в апреле 2014 года. То есть, благодаря услугам службы социального такси отдельные категории граждан получили возможность пользоваться специальным транспортным средством на годных условиях. Но вот, к сожалению, если у нас поступают заявки на Санкт-Петербург, и так как машина одна, у нас возникают сложности, как бы... В тех муниципальных районах используют такую социальную услугу, как служба социального такси. За счет средств областного бюджета в день приобретены автомобили в 15 муниципальных районах, и везде службы работают. В трех муниципальных районах эту услугу закупают у сторонних организаций. Поэтому я и вам рекомендую. Вы посмотрите, может быть, есть у вас организации, кто готов работать с нами, а мы объем финансирования увеличим, соответственно. Понятно, что мы на сегодня как бы анализируем, как эта технология работает, как эта услуга работает. До конца года мы будем иметь некий анализ, чтобы понимать и по объему финансирования, по, может быть, необходимости дополнительной закупки автотранспортных средств, а может быть, пойти по пути как раз закупки у сторонних организаций. Мы даем деньги, потому что в любом случае мы транспорт покупаем, а содержание все ложится на органы местного самоуправления, как правило. Фонд оплаты труда, бензин, обслуживание автомобиля, медицинский осмотр, соответственно, водителей. Поэтому здесь нам все вместе нужно очень внимательно посмотреть, по какому пути правильнее дать жить. Совет ветеранов. Поблагодарить старшего поколения комитет стальной защиты областной наш Лилию Григорьевну. Светлану Владимировну персонально, это наш родной дом, она нас сюда пускает, принимает, мы тут у нее отдыхаем. Ну и второе, и самое, наверное, главное, вы сказали, что не должно быть в нашей судьбе людей сторонних или которых, которые не надо. Вот девочкам я когда прихожу, а и пальчики вот здесь рядом сидят. Любой вопрос, поставленный Советом ветеранов, они принимают в местных секциях и стараются на 99-100% его выплаты. Очень много предстоит сделать. Вот то социсследование, о котором я говорила, нам показало, что мы до многих людей просто не дошли еще со своими наработками, со своими услугами, поэтому коллеги, кто здесь присутствуют, да? Нам с вами еще очень много предстоит сделать. Да, ее индексировали. Сегодня она 440 рублей, но уже три года она не индексируется, хотелось бы знать. Потому что в основном это получают люди, которые работали при очень низких ставках учителя, воспитателя, медицинской сестры. Это программа, которая рассчитана до 16-го года абсолютно. Эти выплаты индексироваться не будут, и с 16-го года эта программа потеряет свою актуальность. Но она была рассчитана на 10 лет. Все правильно. С 6-го по 16-й год. Но я случилась за себя, ощущая абсолютно счастливым человеком, которому по жизни довелось возглавлять такую удивительную службу, как социальная защита. Коллеги, спасибо всем за работу, за такое отношение к жителям Единбургской области. Действительно, у нас нет системных проблемных вопросов. Но у нас есть абсолютно конкретные задачи, которые мы должны решать нашим профессиональным сообществом. Мы видим эти задачи, мы для себя их формулируем, и мы самое главное понимаем, как все вместе и когда их решать. Я с этого начала и, наверное, этим закончу. И, безусловно, с точки зрения информационного обеспечения нашего с вами процесса и по выплатам, и по социальному обслуживанию, с точки зрения унификации регионального законодательства, нам с вами столько предстоит сделать, уважаемые коллеги, уважаемые жители, присутствующие здесь. Но я уверена, что когда реально работают такие профессионалы, такие неравнодушные люди, любые задачи поплечу, и мы с ними справимся. Субтитры создавал DimaTorzok